Гейм, сет и матч. Арина Соболенко завершит год первой ракеткой мира. Для этого даже не пришлось играть против Швентек. Седая ночь на Минской арене. Столичная Динамо провела сразу три домашние встречи в регулярке КХЛ. Проверка на прочность. Мужская сборная Беларуси по гонболу выиграла международный турнир в Могилеве. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 35 минут. С вами Анна Кузьмич, Олег Завадский. Здравствуйте. Арина Соболенко впервые в карьере завершит год лидером мирового рейтинга. Белорусска большую часть сезона провела на второй строчке и лишь на финишной прямой обошла главную соперницу Польку Игу Швентек. Для этого даже не пришлось обыгрывать конкурентку в личном противостоянии. Арина в четверку сильнейших попала досрочно, но забрать главный трофей итогового турнира так и не смогла. Несмотря на эту неудачу, Арина стала 16-й теннисисткой в истории, которой удалось закончить год в статусе лидера мирового женского турнира. Все это благодаря отличному сезону, где были победы на Australian Open и US Open, а также Виктория в Цинценате и в Ухане. Выступление Арины и штрихи уходящего сезона в обзорном материале Дарина Запольской. В 2024 год Арина ворвалась яркой кометой. Вторая победа на Australian Open утвердила белорусскую тигрицу в статусе одного из основных фаворитов грядущего сезона. Второй шлем всегда дается сложнее. Но уж если спортсмен покорил эту вершину, значит он точно не калит на час. Этот турнир оказался знаковым еще и потому, что явил теннисному миру новую звезду. Джейн Циньвен еще в прошлом году показала, что может биться на равных с топ игроками. Но то, что в туре появилась первая китаянка со времен Ли На, способная бороться за главные теннисные титулы, стало понятно только после австралийского чемпионата. У меня ощущение, что это китайская машина. У нее нет никаких эмоций. Она выполняет программу. Она выполняет программу. Ну, елки-палки, это работает. Она очень эмоционально, достаточно старается ровно. То есть у нее нет таких эмоциональных, они не так видны. Потому что если Арина там как-то расстроилась, не так посорела, после этого у нее двойные какие-то развития, то это очень четко выходит и работает. То есть она очень закрытая, холодная, поэтому как-то к ней и не лежит душа, скажем так. Но она умница. В любом случае для китайского тенниса. И сейчас китайский теннис на подъеме. Впрочем, вернемся к Арине. Сезон, который начинался как сказка, к весне превратился в сущий кошмар. Трагические события в личной жизни спортсменки, давление общественности, осуждение. На этом фоне просели и результаты. С конца февраля и до конца апреля Соболенко смогла выиграть всего четыре матча. Но и с этим коллапсом наша теннисистка сумела справиться. И то, что она вышла через два дня на турнир, ну, во-первых, это правильно. Потому что пережить психологические какие-то трудности можно только через физическую нагрузку. Но по-другому никак. Вот на самом деле браво в ее команде, которые помогли ей это сделать, принять это решение и идти играть. Только так можно это преодолеть. И когда она это сделала, я представляю, что у нее творилось внутри. Это ужас. Но у нее это получилось, и она молодец. Затем был пропуск Олимпийских игр, и он был доной из-за травмы. Грамотное решение, которое, очевидно, пошло Арине на пользу. На американский хард белорусская вернулась посвежевшей, голодной до побед, а главное – здоровой. 3, 7, 5, 8. Выиграть ЮСОПЕН после болезненного прошлогоднего поражения в финале от ГОФ для Соболенко было практически делом чести. К тому же к этому моменту вновь обострилась борьба за первую строчку. На ЮСОПЕНе она практически всех прошла в двух сетах. Только она с Александровой в три сета сыграла. И то там такой первый сет был странный немножко. Но что лично мне понравилось – это комбинация силы и хитрости, силы чувства мяча. То есть она уже интересно очень управляла своими ударами. И это не просто был шквал каких-то сильных ударов. Это была продуманная все время, продуманная тактика, как разложить каждую соперницу. И мне кажется, поэтому это было по два сета. В этом сезоне Арина стала единственной теннисисткой, выигравшей два Грандслэма. Да и в последние годы никому, кроме швен, так этого сделать не удавалось. На итоговый турнир белоруска отобралась рано. По пути прихватила третий титул в Ухане, ставший для нее 17-м в карьере. А еще вернула себе звание первой ракетки мира. Разумеется, на турнире в Эр-Рияде все ставили на Соболенко. А победы над дебютантками WTA Finals по Алине и Циньвейн только убедили всех заинтересованных. Арина точно в порядке и нацелена на пятый титул в сезоне. Но тут проснулась спящая красавица Елена Рыбакина. К моменту, когда она уже встретилась с Ариной, в принципе, никого психологически ничего не поджимало. То есть Лена, очевидно, не выходит из группы. И груза нет от слова совсем никакого. Арина выходит из группы. Арина номер один. Я вот только вкатываюсь. Ну, то есть на месте Лена. И это была настолько освобожденная игра вообще от каких-то либо психологических грузов у Лены. Ну, у нее фантастически просто залетали все подачи. Но она играла классно. По Арине, а мы знаем Арину, Арина видна насквозь. Все ее эмоции видны. Мне поначалу тоже как-то показалось, что она как-то не замотивирована. Она как-то странно очень нервничала на самом старте. Она была не на 100% в фокусе, видно по ней. Она как-то не цеплялась. Параллельно в оранжевой группе сработала максимальная закрутка. ГОВ, казавшаяся первой звездой этого квартета, довольно неожиданно проиграла Крейчиковой, пропустив ТУ в полуфинал с первого места. Не забываем, что неожиданный выстрел Чешкина итоговым оставил за бортом полуфинала Ягушвенкок. В итоге Кока отправилась на рандеву с Соболенко, а для белорусской тигрицы этот расклад был наименее перспективным. Крейчикова как-то не очень себя проявляла под конец года. И те матчи, которые она проводила, ну просто количество сумасшедших, невынужденных ошибок, причем такие, что она вот, то ли ее беспокоит Форхен, судя по тому рукаву, который у нее одет, он просто улетал бесконтрольно в сумасшедшие ауты, какие-то срывы. То есть, ну как-то вот глядя на нее, не было ощущения, что она может еще как-то прибавить. То есть очевидно было, что она не в форме. Швенкок поменяла тренера, поменяла тренера. И я вижу, что она испытывает тоже огромные проблемы технические, потому что то, как она сейчас вот играла на итоговом, ну было не очень смотреть, потому что прямо такие огрехи. Она опаздывала постоянно на мяч, у нее как-то очень близко, они тоже срывались. Техническое состояние ее не очень. То есть, ну, у меня было мнение, что гафф. Гафф – это, на мой взгляд, стеночка, в которую ты куда бы ни ударил в часть, вот оттуда все время прилетает. Прилетает, она отбивает все. За прошедший год юная американка значительно подлатала пробоины в своей игре. Это позволило ей неизменно проходить до решающих стадий на мейджорах и других крупных турнирах и стабильно держаться в топ-5. У нее стал очень хороший форхенд. Он стал… вообще абсолютно не видно, что там что-то не… там есть какие-то трудности. Он стал стабильный, он стал широкий, он стал агрессивный. И с ней уже нужно было играть долго. Арине нужно было играть с ней долго и выжидать эти моменты, с чего Арина не могла. Арина хотела ее убить. Вот ощущение – не обыграть, а убить. А для гафф это никакой проблемы не составляло. Не случившаяся победа на итоговом нисколько не затмила все успехи Арины в этом сезоне. Две победы на шлемах, звание первой ракетки планеты по итогам сезона, семь финалов больше, чем у кого-либо, преодоленные трудности. Думаете, с таким списком вопросов, кто главная звезда этого сезона, ни у кого быть не должно. Конечно, это была бы вишенка на торте. Но тортик все равно есть, поэтому мы получили все равно кучу классных эмоций по сезону. Ну ничего, но не съели мы вишенку. Я уверена, она еще впереди. Минская Динамо на неделе провела сразу три матча домашней серии в регулярном сезоне КХЛ. В понедельник Зубры сыграли против Витязя, в четверг против Салавата Юлаева, а в воскресенье против Северстали. Четыре очка из шестивозможных – такой итог прошедших трех домашних матчей Минского Динамо в КХЛ. Стартовая игра против прямого конкурента из Балашихи оказалась неудачной. И это после отменного выступления в Нижнем Новгороде. Дилан Дюбе вернулся в состав. Игра вроде давалась, но в очередной раз надо говорить о реализации. Итоговая статистика бросков 44-19. А на выходе лишь один гол за авторством Сэма Эннесса. Соперник ответил четырьмя. Причем дважды реализовал большинство. И это в матче против команды со вторыми по силе бригадами меньшинства на тот момент. Ну а поворотным моментом в этой встрече была неудачная игра Минчан в формате 5 на 3. Полноценные две минуты еще при счете 0-0. Это подтвердил на послематчевой предконференции и рулевой Зубров. Ну, наверное, ничего не скажешь. Момент ключевой все-таки. Две минуты 5 на 3. Не забили. Вот. Ну и, наверное, скорее всего, плохой начал, плохой третий период. Ой, плохой первый период. Вот, видно, видно, определил. Эту игру. Гол в пустые ворота Дмитрия Бучельникова лишь установил итоговый результат. 1-4 Минчане уступили Витязеву. Второй матч домашней серии был против одного из самых неудобных соперников. Салавата Юлаева. Дилан Дюбе вернулся в состав после травмы. Шанс получил и Егор Вильмакин. Игра получилась сверхнапряженной и завершилась лишь в серии буллитов. Главное, что Минчане забрали два важных очка. Пришлось догонять после точного броска Нейтана Тодда. Большим подспорьем в борьбе за победу оказались две шайбы в течение неполных трех минут в начале второго периода. От Виталия Пинчука и Александра Волкова. Салават ответил голом Александра Хмельевского на экваторе второго периода. У Динамо был прекрасный шанс забрать бонусное очко еще в овертайме. Но не удалось реализовать большинство. А вот в серии буллитов два гола Семеноса и точный бросок от Джордана Броса принесли столь нужную викторию. Вымучили победу. Думаю, хороший матч был, зрителям понравилось. Ну, как раз до буллита и все так, все непонятно было до самого конца. Ну, я доволен, в принципе, как мы играли. Но все-таки нам нужно улучшать тот процент реализации тех моментов. Стараться первым выходить вперед по счету. Здесь есть какие ошибки. В моменте таком, знаете, простом сниматься все-таки всей тройкой нельзя было. Вот второй гол, тут надо было нам кому-то задержаться. Такие, знаете, ошибки, они дорого стоят с такой хорошей командой. Отметим четыре важных момента. Вадим Шипачев провел игру в четвертой тройке. Понятно, что это вызвало любопытство. Мы так распределили роли. В общем-то, поставили его с молодыми ребятами. А вот, как-то дали кому-то отдохнуть. Вадим Мороз отыграл лишь 8 минут и 36 секунд. А ведь это лидер нынешней команды. Есть к нему какие-то претензии, еще раз говорю, здесь. И дальше еще раз пробовал его там. Вот, ну, Владим, мы, в общем-то, в таких играх, он должен, понимаете, он у нас получает хорошее игровое время. У нас в большинстве играл. В общем-то, может быть, пока молодой, может быть, еще чуть-чуть как-то... Ну, как молодой, если по лиге посмотреть этот возраст, уже сейчас ребята феерят в этом возрасте. И ему надо чуть-чуть... Ну, опять-таки, ты имеешь игровое время. Ты, в общем-то, такая большая игра, как сегодня. Она очень такая показательная. И он должен был сегодня... Ну, я, ну, думал, что он сегодня будет... Нам сегодня его не хватало. Понимаете, не хватало. И он сегодня такой перекурил чуть-чуть. Андрей Кореев покинул список травмированных. Но понятно, что рано говорить о том, что он скоро сыграет. Еще несколько игр не появится. Не появится. Он только недавно вышел на лед. Только список, который сейчас начинает, как бы, ну, набирать ледовую подготовку. Он все-таки пропустил очень много без альдана. И с ним все хорошо. Он себя чувствует прекрасно. То есть надо с ним подождать еще. Ну, и еще один приятный момент. Первая победа Егора Вильмакина, когда он был стартовым голкипером Зубров. В общем, все с позитивом ждали приезда Северстали. Череповчане пожаловали в Минск на серии семи побед. В последних десяти встречах у них и вовсе только одно поражение. Это была пятая игра соперников в сезоне. Счет 3-1 в пользу команды Андрея Козырева. Вадим Мороз и Вадим Шипачев оказались вне заявки на матч. Старт был просто ошеломляющим со стороны гостей. 14-8 по броскам в первом периоде и логичный гол от Тимура Муханова. Но динамовцы смогли перевернуть игру. Еще в первом периоде голом отметился Даниил Сатиршвили. А второй период уже полностью был под контролем Минчана. Динамовцы кардинально перевернули игру. Гол Егора Бурикова и тотальный перевес хозяев вынудил тренерский штаб Северстали взять тайм-аут. Но это не помогло. Ряд удалений в конце игрового отрезка дал возможность хозяевам поиграть даже 5 на 3. Но забросили Минчане в формате 5 на 4. Отличился Виталий Пинчук. Соотношение бросков 21-7 в периоде о многом говорит. Третий отрезок динамовцы сыграли по счету. Особо ничего не позволив сопернику. Могли даже выиграть крупнее. Победа 3-1 с тремя шайбами молодых белорусов. Это приятно. Думаю, что хороший второй период был. Третий мы играли все-таки по счету. И так без нервотрепки его провели. Ну, надо начинать все-таки хорошо. Все-таки опять в минус 1 ушли. И все-таки его так провалили. Где-то минут 5 последних. Где-то чуть собрались. Ну, так начинать все-таки могли еще там заплатить. Ну, в общем-то, здорово, что так все сложилось. И потом ребята, в принципе, нашли в себе силы, эмоции. Не знаю, как это назвать. И победили. Но даже в победных матчах есть проблема с началом встречи. На этом главный тренер также сделал акцент. Проблема идет. И, к сожалению, она как бы... Не можем ее остановить. Она есть. Мы плохо начинаем игры. Очень плохо у нас... Ну, ребята, я думаю, сами все понимают. Они сами все понимают. В общем-то, не то, что там какой-то волшебник пришел. Ну, понимали, что это наш прямой конкурент. Игра там за 4, там, можно сказать, очка. И здесь нам нужно, если мы хотим выиграть, хотим, как бы пришел в полный зал. Здесь нам нужно с себя достать, не знаю, что силы, эмоции, все, что есть. И начать играть, начать работать. Вот, в общем-то, здесь такие моменты. И, в принципе, ребята собрались. И здорово, что я думаю, что у нас Андрюха Тихомир нас подтащил в первом периоде. Хорошо. Вот. Не позволил забить там. Все-таки чуть больше голов и тяжеловато было. Но, опять же, говорю, все-таки здесь два периода, нам зачет. На фоне белорусов пока не оправдывают надежды легионеры. А времени ждать нет. Эмоциональный ответ рулевого Зубров как будто дает понять, что и его этот момент напрягает. Мы берем ребят, опытных ребят, даем им игровое время. Ну, что-то не получается. Надо, еще раз говорю, надо чуть-чуть это, ну, постараться. Сэм согласен держит свою планку. Ну, ребята стараются, но тут, тут уже есть какое-то там давление там, ну, на ребят. Там, ну, опять же говорю, они опытные игроки должны это. А то, что у нас радует, что ребята, ну, для меня это, ну, не какой-то сюрприз. Потому что пацаны работают, играют наши белорусы, забивают голы. Они нас, держат нас в тонусе. Ну, нам бы, конечно, то, что вы сказали, эти голы, там, моменты. Ну, большинство. Еще раз, сегодня забили, так, чуть-чуть сразу, сразу такое облегчение стало, да. Впереди еще один домашний поединок. В среду в гости пожалует торпеда. Надо выстраивать победную серию и подниматься по таблице западной конференции. Капитан команды Андрей Стась со слов главного тренера поедет в поездку. Будет ли играть – вопрос, но приятно, что лазарет пустеет. А пока в среду ждем горячей атмосферы на Минск-арене. Мужская сборная Беларуси по гонболу стала триумфатором международного товарищеского турнира, который прошел в Могилеве. В финале команда Юрия Шевцова встречалась с основным составом сборной России и победила с минимальной разницей 32-31. Лучшая результативность в составе белорусов за Никитой Вайлуповым – один с мячей. Он же по итогам турнира был признан лучшим игроком белорусской команды. Третье место занимает российская молодежка. Гости в решающем матче оказались сильнее белорусских сверстников 35-29. Нейтральные спортсмены из Беларуси завоевали 9 медалей чемпионата мира по самбо, который прошел в Астане. Пятикратной золотой медалисткой стала наша Татьяна Мацко. Также победу одержали Даниэла Ждан и Мария Кондратьева. Всего участия в мировом форме приняли 470 спортсменов из 40 стран. Валерий Громыко и Александр Мартынович в составе Кайрата стали чемпионами Казахстана. Макс и Бонг вместе с Астаной завоевали серебряные медали. Тройку призеров замкнул Охтабе Дмитрия Бессмертного. Столичная Динамо крупно проиграла Лиге и 0-4 в гостевом матче третьего тура Лиги Конференции. Это поражение стало шестым подряд для команды Вадима Скрипченко в Еврокубковой кампании. По итогам половины этапа Лиги Динамо является одной из четырех команд, не добравших очков. Далее Динамовцы 28 ноября в условно домашней встрече примут Копенгаген. Это свершилось. Мозырецкая славя на своем поле держала первую победу с апреля. Во встрече 28-го тура высшей лиги Орлы дома переиграли Нафтан 1-0. Единственный гол в матче забил Александр Джигера. Это первый успех мозырян за последние 12 игр. Днепр в гостях уступил Витебску 1-2 и пятый раз в клубной истории отправился в первую лигу. Брестская Динамо на своем поле переиграла Батэ 2-0. Завершится тур в понедельник вечером. Неман примет Минская Динамо. Молодежная сборная Беларуси по хокке забрала серебро Кубка будущего в Санкт-Петербурге. В решающем матче команда Андрея Михалева проиграла российским сверстникам 1-6. Единственную шайбу за нашу молодежку забросил Лохнов. Ранее белорусы также стали вторыми в рамках турнира 3-3. Просмотреть талантливую молодежь и увидеть потенциал белорусского волейбола. В Гомеле дан старт детско-юношеской лиги мяч над сеткой. Соревнуется здесь сборная юношей до 12 лет. Турнир проходит в несколько этапов. По итогам предварительного раунда лучшие команды напрямую попадут в финал. Он запланирован на весну. В этом году соревнования собрали почти 100 коллективов из разных уголков страны. Масштабный проект реализуется при поддержке президентского спортивного клуба. Лучшие конькобежцы Беларуси показали отличный результат на чемпионате страны. Итоги этого турнира, а также планы на ближайшую перспективу обсудим прямо сейчас. У нас в гостях Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев. Юлия Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с чемпионата Беларуси. Наши лидеры показали отличное время. Насколько довольны их результатами? Вы знаете, мы сами были очень удивлены, какие отличные результаты показали непосредственно лидеры нашей команды. Это прежде всего говорит о том, что подготовка летняя, так как она была запланирована, была проведена правильно. И в нужный момент, так как чемпионат Беларуси – это их главный контрольный старт. Потому что главные старты сезона у наших ребят – это этапы Кубка России и чемпионат России по конькобежному спорту. Соответственно, чемпионат Беларуси, который только завершился – это контрольный старт. И Гнат Головатюк, он установил рекорд на равнине. Этот рекорд не менялся очень много лет. Мы его поздравляем с этим. Это действительно прорыв. Он великолепно выступал. И мы очень довольны. И наши девушки, лидеры команды – это Екатерина Гагиева и Анна Доморадская – тоже показали очень высокие результаты, которые на сегодняшний день соответствуют шестому-восьмому месту в Европе, в мире. И, соответственно, можно сделать вывод о том, что подготовка была проведена правильно. Мы говорим о подготовке совместной с россиянами. Насколько это в плюс для нашей команды, что мы уже несколько лет сотрудничаем и догоняем, по большому счету, россиян во временных отрезках и даже где-то обгоняем? Я хочу отметить, что на первом этапе Кубка России наши спортсменки выиграли у русских спортсменов на ведущих дистанциях. И говорит это о том, что вот эта конкуренция, этот спарринг, он полезен, потому что в конкуренции у нас рождается лидер. Касательно подготовки, то, конечно, мы там много времени проводим на сборах, но в основном наша подготовка выстраивается все-таки с прицелом на нашу команду. Но вот как вы сами можете отметить, и сейчас места и секунды, показанные на чемпионате в эти выходные, а также на первом этапе Кубка России свидетельствуют о том, что сотрудничество дает свои плоды. Насколько я знаю, Марина Зуева по отдельной программе занимается. У каждого спортсмена, да, свой план подготовки. И у Марины в этом году план подготовки выстроен на то, что с прицелом чемпионат России для нее будет первым главным стартом. Поэтому мы ждем ее выступлений. Но недавно я общалась с ней, видела ее на стадионе не так давно, и она сказала, что она в хорошей форме, тренируется и готовится к своему первому главному старту. Что можно сказать по допуску белорусских спортсменов на международную арену? Как скоро мы там можем оказаться? Ну, вы знаете, мы находимся в постоянном диалоге с Международным союзом конькобежцев, и наш национальный олимпийский комитет и Министерство спорта тоже все работают над тем, чтобы мы были допущены. Но вот учитывая вот эту достаточно сложную ситуацию, которая сейчас складывается, на сегодняшний день продолжает действовать старые документы коммунике Международного союза конькобежцев, им уже несколько лет, о том, что до принятия новых решений мы временно отстранены. А новые решения когда? Новые решения, вот мы ожидали, что они будут рассматриваться на прошедшем совете в Лазанне, который состоялся месяц назад, но по нашему допуску опять не было вынесено решений. Вот мы ожидаем, что, может быть, какие-то положительные сдвиги начнутся в преддверии Олимпийских игр. До Олимпийских игр остается чуть больше года, это очень важный старт. Понятно, что этот старт мотивирует многих спортсменов держать себя в форме и работать на будущее. Какова вероятность, что мы на Олимпиаде выступим? Вы знаете, об этом говорят, мы на это надеемся, над этим работаем, опять же, в тесной связке с нашим национальным олимпийским комитетом. Но на сегодняшний день каких-то вот таких, как сказать, предположений или мнений, вот будем мы допущены или не будем допущены, нет такой информации, которую я могла бы прокомментировать и высказать как-то однозначно, состоится это или нет. Но в любом случае для наших спортсменов есть задача, есть цель на Олимпиаду завоевать медали. Можете подробнее рассказать, у кого какие цели и на какие дистанции мы планируем выставить своих спортсменов? Ну, если будет допуск на Олимпиаду, это будет зависеть от того, у каких спортсменов будет допуск, и, соответственно, от этого будут выстраиваться дистанции. Но наши самые сильные спортсмены, это, безусловно, 500 метров, это Игнат Калаватюк, и 500 метров у Анны Домарадской, вот, Екатерина Слоева, теперь она Гагиева. Она больше у нас также и середневик, это 1000, полуторка. Марина Зуева, это, конечно же, 3000, Екатерина Гагиева тоже бежит 3000. Вот это наши основные коронные дистанции, где мы рассчитываем на высокие места у наших спортсменов в случае допуска. А есть же план Б, да? Понятно, что бывают разные внешнатные ситуации. Как вы будете мотивировать спортсменов, если вдруг так сложится, что Олимпиады не будет? Вы знаете, я хотела бы отметить на сегодняшний момент, что благодаря профессионализму нашей команды конькобежной, вот, тренерам, спортсменам, и благодаря прекрасным традициям развития этого вида спорта в Республике Беларусь, ведь наши конькобежцы уже на протяжении нескольких десятков лет, они прославляют нашу страну, как в самой республике, так и за ее пределами. И вот их этот профессионализм, он стоит выше даже самых больших задач. То есть они прежде всего, конечно, ради результатов и медалей, но у них большой профессионализм и любовь к своему делу. А касательно план Б, это, конечно же, выступление в ведущих российских соревнованиях. Вот также было участие в Спартакеаде, где Марина Зуева завоевала медаль, показав высокий результат. И Российская Федерация сейчас совместно с Республикой Беларусь работает над появлением альтернативных стартов, такие как игры БРИКС, игры Дружбы. И, конечно, для ребят это тоже будет большой старт, который будет их мотивировать. Насколько вы работаете в направлении повышения квалификации тренеров? Я понимаю, что сейчас большое направление – это Российская Федерация. И как они подсказывают, помогают, и совместно вы так растите будущих чемпионов? Ну, вы знаете, помимо того, что мы проводим совместные семинары, вот сейчас был семинар в Коломне, и наши четыре тренера выезжали со всех регионов конькобежцы. Вот молодые тренеры для того, чтобы они могли обучиться и потом свой опыт передать. То есть мы образованием занимаемся постоянно. Очень плотно сотрудничаем с высшей школой тренеров, с Александром Сергеевичем Краевичем, постоянно проводим совместные семинары. И также постоянно тренеры там у них на обучении в этой высшей школе. Но помимо сотрудничества с Российской Федерацией, наша национальная команда по конькобежному спорту, мы еще плотно сотрудничаем с Китаем и с Италией. Наши спортсмены вот уже во вторник вылетают в Китай, в Румчи, где у них будет учебно-тренировочный сбор, где они будут также коммуницировать и с китайскими специалистами. Вот. И в январе у нас запланирован сбор в Италии, где наши ребята будут тренироваться вместе со сборной Италии по конькобежному спорту. Где, соответственно, тоже произойдет спарринг, и они смогут обменяться мнениями, пообщаться с тренерами. Это тоже опыт. Насколько высоко вероятно, что гости к нам будут приезжать? Ведь не секрет, что лед Минск-Арены, наверное, самый скоростной в Европе. И как вот эта база помогает тоже в развитии спортсменов? Ну, то, что у нас есть каток, это самый основной мотивирующий фактор, и вообще тот фактор, ресурс, который позволяет этому виду спорту быть, развиваться. Вот. И то, что такой замечательный комплекс находится в нашей республике, это, конечно, прежде всего, благодарность руководству нашей страны за все то внимание, которое уделяется развитию ледовых дисциплин в стране. И мы делаем все наши соревнования открытыми. У нас всегда все соревнования открытые. И мы об этом каждый год уведомляем международность из конькобежцев. Но вот в силу вот этого момента отстранения, то, конечно, сейчас к нам приезжают меньше. До отстранения мы каждый год проводили в Минске этап Кубка мира по конькобежному спорту, юниорский. Наверное, каждые два года проводили взрослый этап Кубка мира. В 2016 году мы на высоком уровне провели чемпионат Европы по конькобежному спорту. То есть к нам постоянно приезжали иностранные гости. Сейчас, конечно, вот как вы правильно отметили, больше мы сфокусированы, когда приезжает эта сборная команда Российской Федерации. Но самая рейтинговая – это команда Нидерландов. Как обогнать нидерландских спортсменов на финишной прямой? Ну, вы знаете, у наших ведущих конькобежцев, они много с ними раньше тренировались вместе. Сборная Голландии к нам часто приезжала на сборы. И их топовые конькобежцы участвовали в наших соревнованиях. Свен Крамер, Ян Блокхаузен и другие конькобежцы всегда здесь были. И наши ребята бежали с ними вместе. И у лидеров нашей сборной есть все для того, чтобы их обыгрывать. И их уровень профессионализма и опыта не ниже. А можем ли мы сейчас говорить про шорт-трек и про фигурное катание? Когда дождемся медалей у этих направлений? Ну, вы знаете, мы плотно работаем над развитием фигурного катания на коньках и шорт-трека. А сейчас идут по фигурному катанию этапы Кубка России. Благодаря сотрудничеству с российскими тренерами, приглашенным специалистом, Олег Кимович Васильев, олимпийский чемпион, возглавляет сборную нашу национальную по фигурному катанию. Мы видим плоды этого сотрудничества. И, безусловно, уровень подтянулся. Мы делаем все для того, чтобы профессионализм рос. И ребята выступали еще лучше. Виктория Сафонова, наша представляющая Республика Беларусь, тренируется в Москве. Она на Олимпиаде показала 13-е место. Я считаю, это достаточно высокий результат. Конечно, наши белорусские спортсменки тоже за ней тянутся, видя ее уровень. Часто бывают сообщения, что топовые российские спортсмены прошлых лет, тот же Ягудин, Плющенко, приезжают в Беларусь и показывают, как нужно совершать прыжки, как нужно тренироваться. Насколько это дает плоды? Ну вот вы знаете, недавно Евгений Плющенко проводил мастер-класс. Спасибо ему большое для детей. И вот тот же Василий Бараховский принимал участие. Ему были даны некие замечания, комментарии от Евгения по прыжкам. Как мне потом сказал Олег Кимович, что это имело свои результаты. И как бы Василий прислушался. То есть услышать еще одно мнение профессионала для спортсменов важно. И, конечно, когда они видят, приезжают топовые спортсмены звездные в прошлом, конечно, для ребят это опыт, общение, дети это видят и тянутся. И, конечно, чем больше таких мероприятий, тем больше они способствуют развитию этой дисциплины в стране. Юлия Викторовна, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Спасибо за приятное общение. И приятный подарок от телеканала Беларусь 5 вам. Огромное спасибо, что пригласили. Очень приятно. Большое спасибо за цветы. Спасибо. На неделе Минск принял 17-й хоккейный кубок президентского спортивного клуба. Участвовали в нем команды из Беларуси, России и Казахстана. Это юниорские и юношеские сборные. Традиционно на турнире состоялись матчи не только в классическом формате, но и в усеченном 3 на 3. Здесь выступала женская сборная России. Девушкам даже удалось завоевать призовое место. Подробнее в материале Екатерины Гречной. Пока молодежная сборная нашей страны отправилась на медальные разборки в культурную столицу России, здесь в Минске уже в 17-й раз разыграли кубок президентского спортивного клуба. Трофеи в борьбе за который юношеские и юниорские сборные трех стран по накалу страстей уж точно не уступают молодежке. В первую очередь, чтобы поиграть с хорошими командами, классно проявить себя и поиграть в хороший современный быстрый хоккей. У каждой команды свой стиль игры, то есть у кого-то более атакующий, у кого-то более от обороны, кто-то активно бегает. На что все команды плюс-минус по уровню игры и классу одинаковые, так что все игры будет интересно смотреть и играть. Важность турнира понятна, это международный опыт. Другого международного опыта у нас, к сожалению, пока нет. Поэтому надо, так сказать, по максимуму из себя доставать то, что необходимо именно на таких турнирах, как этот. Для подрастающего поколения хоккеистов этот турнир – одна из главных возможностей не только получить игровую практику, но и набраться международного опыта. Таковы нынешние реалии. В данной ситуации это отличный опыт, поэтому очень благодарны принимающей стороне и Федерации хоккея России, что организовывают такие турниры. Для нас это большой и уже положительный опыт. У нас пять звеньев, и нам сказали, что мы все сыграли. Все этот уровень почувствовали. Это уникальная подготовка. И турнир президентского спортивного клуба, и участие в турнирах федеральных округов, и Кубке Сириуса. Это, да, однозначно все сборные федеральных округов российских – это очень-очень добротные команды, которые сопоставимы по уровню, ну, может, если не с топами мирового хоккея, то уж точно с командами, ну, там, скажем так, ниже второй половины таблицы даже элитного дивизиона. Вот, поэтому, ну, для нас это однозначно замечательный опыт. Вот, и, ну, в таких матчах ребята однозначно растут. Просто должны быть эти соревнования международные какие-то обязательно, иначе мы просто, ну, будем продолжать сидеть в своем болоте. Это же неправильно, так не то. Ну, любой вид спорта, который существует сейчас, вот, там проходит чемпионат мира по шашкам, ну, мы в них участвуем. Вот, и я рад за этих спортсменов, которые сейчас находятся, там, не помню, где там, в Таиланде или где играют, не знаю. В прошлом году на Кубке появился новый формат – хоккей 3х3, который проводился параллельно с основным. В этот раз попробовать свои силы в такой игре смогли и девушки. Заслуженная бронза турнира 3х3. Насколько вы остались довольны таким результатом? Спасибо большое. Да, конечно, довольна. Такая тяжелая игра, так долго терпели и выстрели. Понятно, что положительные эмоции, приятно выиграть еще и пацанам. Сегодня вы действительно очень много выручали свою команду, вот, даже отбили рукой, без клюшки. Получается, можно в бейсбол? Да, наверное, не, бейсбол все-таки мимо. Да, как бы, работа моя, надо девчонкам помогать. Все, на игры тяжелые, тут есть вратарь, но не потащить, совсем тяжело выигрывать. А все-таки чувствовалось, что парни как-то осторожничали с вами, вели себя, можно сказать, по-джентльменски, где-то старались лишний раз не бросить или там аккуратнее сыграть или все-таки никаких поблажек от них? Да нет, просто 3х3 это, в принципе, такая игра, где все поосторожнее пытаются играть. Чайбу потеряешь, уже в твои ворота опасный момент. Поэтому я не думаю, что они из-за этого так играли. Если для игроков формат 3х3 пространство для свободы и куража, то зоркий глаз тренера все равно видит в этом намного больше. Очень важен турнир взять с точки зрения того, что мы проиграли, как вы сказали, уже в младшей сборной, и для уверенности нужно было взять трофей. И вот, как видите, нам это немножко помогло, придало чуть-чуть уверенности. Для таких игровичков, можно сказать, это уже кайф. Это, ну, можно подкрутить, найти передачу классную. Но это всегда легче играть, чем 5х5, больше моментов опасности. Такая безбашенная игра, можно сказать. Потому что неотъемлемая часть, по большому счету, хоккея, да, овертайм, в котором также берутся очки, также достаются победы и так далее и тому подобное. Поэтому это полезный формат. Можно сказать, что в таком формате игроки больше развиваются, проявляются индивидуально? Ну, да, так тоже можно сказать, потому что действительно там очень много зависит от, именно от, больше даже, может быть, от индивидуальных действий, нежели от каких-то там командных, общекомандных. Тут достаточно много зависит от отдельного игрока. И имея у себя в обойме, так скажем, быстрого, техничного, индивидуально сильного игрока, то есть можно решать серьезные вопросы. Есть ли у нас сейчас, вот, какие-то формы индивидуально сильные игроки? Ну, хотелось бы, чтобы их было больше. Несмотря на победу белорусов в турнире 3 на 3, в основном турнире лучшими стали игроки юношеской сборной России. Сначала они выиграли у коллектива из Казахстана, затем у команды Беларуси Ю-17, а в заключительном поединке разобрались с номинальным лидером турнира юниорской сборной Беларуси. Россияне повели в счете 4-1, однако в третьем периоде хозяева вернули интригу дважды забросив. Концовка получилась очень горячая, однако россияне победу на первом для себя турнире международного уровня отстояли. Итоговое 4-3. Второе место заняла сборная Беларуси Ю-17, третья сборная Ю-18. Команда Казахстана все матчи проиграла, расположившись на последнем месте. Да, они помладше других ребят, но, в принципе, постарались сыграть в хорошую игру свою, в комбинационную, поэтому это дало результат. Это отличный опыт для них поиграть при больших трибунах со старшими ребятами, поэтому для них это, наверное, будет часть отправной точкой в дальнейшем в их спортивной карьере. Однако не стоит слишком критически относиться к результатам этого отдельно взятого турнира, ведь главный результат работы нашей хоккейной школы будет виден через пару-тройку лет, когда сегодняшние юниоры заиграют на взрослом уровне и, надеемся, в том числе и на мировой арене. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бразильский защитник Реала Эдер Милитао получил серьезную травму в матче 13-го тура чемпионата Испании со Сосуной. 26-летнему футболисту диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Ему предстоит операция в ближайшие дни. В прошлом году в первом туре чемпионата Испании Милитао также порвал кресты и пропустил большую часть сезона. Встреча со Сосуной завершилась победой Сливочных со счетом 4-0. В НБА появился первый дуэт отца и сына, каждый из которых оформил по трипл-даблу. Казалось бы, достижение вполне реальное, вот только ранее никому не покорялось. В ночь с пятницы на субботу в матче регулярки Мемфис на домашнем паркете разобрался с Вашингтоном 128-104. Единственный трипл-дабл в составе Гризлис и первый в своей карьере записал в свой актив Скотти Пиппен, младший. Это сын легендарного шестикратного чемпиона НБА в составе Чикаго Буллс Скотти Пиппена. За карьеру у Пиппена-старшего было 17 трипл-даблов. Ловкость рук или грандиозный обман. Фанат украл кольцо у Неймара, когда тот выходил на поле перед матчем Али Хилляля. Футболист протянул руку для приветствия болельщикам, однако один из них решил стянуться в спортсмен украшение стоимостью 14 тысяч евро, после чего ловко затерялся в толпе. Позже драгоценность появилась в продаже, а сам футболист опровергает информацию о потере кольца. 32-летний бразильский вингер известен своим выступлением за Сантос, каталонскую Барселону, французский Париж Сан-Жермен и сборную Бразилии. Игроком саудовского Али Хилляля Неймар стал в 2023 году. В ближайшие 7 дней будет много хоккея, матча регулярного чемпионата КХЛ, встречи экстралиги. Биатлонисты откроют зимний сезон в Ханты-Мансийске. Состоится этап Международной лиги клубного биатлона. Главный приз – 1 миллион российских рублей. Это и многое другое в эфире телеканала «Беларусь-5» и канала «Беларусь-5 Интернет». Итоги недели прощаются с вами ровно на одну неделю. В студии для вас работали Анна Кузьмича, Олег Завадский. Всего вам самого доброго.